Много говорили, отменяли проведение референдума, теперь говорят, надо снова проводить, поэтому это довольно актуально, и экспертам, людям, знающим об этой проблеме, что-то очень, наверное, полезно обсудить, потому что самое главное, мораторий был объявлен, и если власти сами не соблюдают своих правил, которые они сами же установили, вдруг конъюнктура изменилась, и придумывают всякие поводы, чтобы изменить. Другое, с процедурами очень много нарушений, и вообще, почему вдруг надо менять конституцию, которую все говорили. По природе своей конституции такой документ должен быть, который непросто изменить. Ну, а что, какие результаты реальные будут, как вы думаете? Ну, надеемся, что будет какое-то влияние на общественное мнение, потому что в последнее время наблюдаются, иногда бывают факты, что если общественное мнение сильно против, то некоторые политики меняют свое мнение. Например, вот про застройки в центре города законопроект отозвали, или там закон об иностранных агентах и много другого. Если далеко пойти, то, например, даже вот этот протокол об обмене территориями вокруг Соха тоже был отменен и завуирован, благодаря общественному мнению. Вот еще раз поговорим, первое. Насколько здесь нарушения присутствуют, нарушения там находятся? Какие короткие строки? Почему? Ну, во-первых, чтобы парламент рассмотрел вопрос об изменениях в конституцию, должно быть обязательно три чтения в парламенте, и между каждым чтением должно быть, я сейчас точно не помню, один или два месяца. То есть, получается, это как минимум несколько месяцев должно быть. А они сейчас предлагают эти конституции и говорят, что уже в сентябре-октябре этот закон будет принят о назначении референдума. Хотя бы вот это, не говоря уже о самоморатории, который в принципе нельзя нарушать.